Весна идет, весне дорогу. Впрочем, от последней в демисезонье в российских городах нередко остаются только направления. Недаром эту пору, о чьей разочарование, народный креатив прозвал сезоном растаявшего асфальта и обезумевших червей, которые этот злополучный асфальт и грызут в весеннее обострение. Кстати, одна из главных бед России подтверждена документально. Статистика чужда эмоциям. В рейтинге качества дорог, подготовленном экспертами Мирового экономического форума, страна заняла 136 место из 144. К4. Российским дорогам присудили 2,7 балла из 7 возможных. Хуже обстоят дела в Польше, Болгарии, Румынии, странах СНГ, Киргизии, Украине и Молдавии. Лучшими дорогами в России признаны Московские, ну кто бы сомневался, Ульяновские, ну сколько нам открытий чудных, и Санкт-Петербургские. Ну а в тройке антилидеров Воронеж, Челябинск и Саратов. Самара с ее пресловутыми провалами в списке аутсайдеров не числится. Что ж, уже неплохо, особенно если оглянуться назад. Так, на январь 2011 года, по данным ГИБДД, 90% самарских улиц нуждались в скорой помощи. Сегодня таковых 70%. Динамика есть, хотя, конечно, до кардинальных перемен далеко. И передвижение по городу порой напоминает детскую игру по кочкам, по кочкам в ямку бух. На неделе из-за разбитого асфальта в центре города и вовсе образовалось окно в прошлое. На пересечении Фрунзе и Венцака выглянула булыжная мостовая. Ценный артефакт для историков и проклятие для автомобилистов. Ведь такие мостовые предназначены явно не для современных машин. Да и раньше экипажи, громыхающие по булыжникам, называли костотрясами. Зато вот строили, судя по всему, в 19 веке на совесть. Дороги на сегодня, пожалуй, самая резонансная тема и в интернет-пространстве, где на днях начался сбор подписей под петицией на имя президента. За неделю свои автографы под ней оставили более 20 тысяч человек. Автор затеи Александр Лазарев, миг превратившийся из обычного программиста в звезду соцсетей, всячески открещивается от обвинений в самопиаре и попытки играть в политику. Просто такой способ решения проблемы ему показался наиболее эффективным. Это единственный вообще шанс, так скажем, достучаться до небес. Потому что если федеральные власти нам не помогут, как говорится, нам никто другой просто не поможет. На неравнодушных самарцев внимание уже обратили городские власти. Встреча с мэром длилась полтора часа, рассказывает Аркадий Лазарев. И добавляет, Дмитрий Азаров их идею поддержал. Желание у Азарова, конечно, есть огромное. Сделать и дороги, и город привести, так скажем, в хороший внешний вид. Мы видим, что именно Азаров сделал у нас набережную такую красивую, по которой действительно теперь мы начали гулять зимой, кататься на коньках. То есть все очень красиво и качественно. Но вот, соответственно, бюджет был ограничен. Мы разбирались в бумагах, и действительно финансирование на Самару федеральное выделяется слишком маленькое, наверное. То есть мы не можем отремонтировать на эти деньги дороги. Мы можем лишь их только поддерживать в какой-то более-менее форме, чтобы Камазы у нас не проваливались. Свет в конце тоннеля зажигает Мундиаль. К 2018 году часть дорог отремонтируют на федеральные деньги. Но этого мало для того, чтобы вся Самара восстала из ям. К 2018 году планируется отремонтироваться капитально только вот эта зона. Соответственно, все остальные дороги будут ремонтироваться за счет города и области. То есть, но тех денег, которые сейчас на утверждении, скорее всего, хватит только на поддержание этих дорог, а не на какой-то капитальный ремонт или какие-то кардинальные изменения. То есть, я думаю, что если план этот утвердят, то, конечно, денег нам не хватит. Плохие дороги стали притчевой языцах в Самаре последние лет 10. За эти ямы каких только мэров не ругали. Но разве только Сысуеву не доставалось. Но это были 90-е, когда у асфальта имелся запас прочности. Наследие советского прошлого. Постепенно он полностью исчерпался. Брест ширилось, недофинансирование росло. В 2011-м лед тронулся. Впервые за многие годы, по данным городских властей, золотали более миллиона квадратных метров. Недофинансирование в этой части, признается мэр Дмитрий Азаров, оценивается порядка 18 миллиардов. То есть, сопоставимо с бюджетом Самары. Естественно, я езжу по тем же самым дорогам. И ситуацию, конечно, мы очень внимательно наблюдаем. И чувствуем на своей машине тоже все сложности, которые есть с дорожным покрытием в Самаре. Негодование большое. Я знаю, что даже есть инициативная группа, которая хочет провести митинг. Совершенно верно, да. Они заявили уже. И я позицию людей здесь и понимаю. Знаете, мне недавно задали вопрос, а вот что скажет президент, узнав о таком состоянии дорог в Самаре? Я не думаю, что это вызовет его положительные эмоции. В целом же, президент совсем недавно отметил, что недофинансирование вопросов муниципального значения из бюджетов в два, два с половиной, в четыре раза ниже денег бюджетных муниципалитетов, чем требует решение вопросов местного значения. Вот основная причина, вот основная проблема. И, конечно же, здесь без помощи вышестоящих бюджетов справиться невозможно ни одному городу, ни одному муниципальному образованию. По мнению мэра, чтобы привести действующие дороги в порядок, необходимо в течение пятилетки тратить по 3,5 миллиарда рублей ежегодно. В Самаре же в 2013-м достался миллиард. На него планируют привести в порядок улицу Луначарского, которого пока просто нет, Гагарина, Победу, Олимпийскую от Алматинска до Ракитовского шоссе и Нововокзальную от Вольска до Красных Коммунаров. Ямочный ремонт в городе уже стартовал. Эта технология как бы лучшая для этой погоды. Она вот практичная. Когда сейчас асфальт и бетон литой застынет, машина проедет, не останется следа. Подрядчикам больше не верят на слово. В городе инспектируют дороги, что были отремонтированы в прошлом году. Все замечания, как, например, вот эти ямы на Нововокзальной дорожной ферме, обязаны устранить за собственный счет. Гарантии 5 лет. Такого в Самаре еще 2,5 года назад не было. Новшество, конечно, бьет коммерсантов по кошельку, но прецедентов, чтобы кто-то отказался золотать собственные огрехи, еще не было. А какое противодействие? Его быть не может, если кто-то откажется, понятно, через судебные решения. Да я думаю, нам коллеги из правоохранительных органов могут поставить их на место. Но пока справляемся сами. Ни одного такого вопроса нет. Да, для них это непривычно, потому что предыдущее десятилетие в Самаре сделал и забыл, что называется. Поэтому дороги в одном и том же месте каждый год перекладывались. Поводом для проверки добросовестности подрядчика может стать и сообщение в интернете. На сайте мэрии есть список дорог на гарантии. Принцип прост. Увидел яму, сообщи, куда следует. Сейчас вот повернем на Пензенскую, и здесь будет экшн. Конечно, результат очень печальный. Яма на яме. То есть ездить практически невозможно свыше 30 километров. Но вот здесь более-менее выстояло. Он знает все самарские трещинки, ямы и прочие весенние сюрпризы для Михаила Блинова. Машина не просто средство передвижения, а источник заработка. И потому, говорит инспекция городских дорог, для него дело принципа. А как иначе заставить подрядчиков работать на совесть? Если их заставят делать дороги из своего кармана, возможно, что-то изменится. И может, они что-то поймут и будут стараться делать более качественно все. Пусть помучаются, пусть решают эти вопросы каким-нибудь образом. Им же тоже неприятно это, наверное, будет. Идея хорошая, главное, чтобы результат был. Чтобы был результат, говорят эксперты, нужно многое менять. И технологии строительства, и ГОСТы, которые ограничивают сроки гарантии, и сам подход к содержанию дорог. Те дороги, которые строились по тем технологиям, они уже не выдерживают то количество автомобилей. И, конечно, происходит разрушение. Гарантия на дорогу должна оставлять минимум 20 лет. Это минимум. И она должна быть в хорошем состоянии. В течение этих 20 лет та организация, которая эту дорогу построила, она должна получать деньги. То есть не сразу, а в течение всего цикла. Содержание дороги – это тоже очень важный момент. Если можно построить у нас дорогу, но если не следить за ней, не содержать, не устранять какие-то мелкие дефекты на той дороге, которые могут появиться, то эти мелкие дефекты могут превратиться в большие дефекты. И вот из-за этого тоже происходит разрушение дороги. Если бы, например, строители, которые построили автомобильную дорогу, занимались бы с ее содержанием, то, естественно, они бы более ответственно, скажем так, относились к своему объекту, чтобы в дальнейшем не испытывать проблемы с гарантийными обязательствами. На полное восстановление дорожного полотна в Самаре, по оценкам экспертов, потребуется от 4 до 8 лет. Все в конечном счете упирается в финансирование. Меж тем, у города все же есть шанс попасть в федеральную программу, уверен автор петиции президенту. Для этого нужно набрать 100 тысяч голосов. Пятая часть пути уже пройдена. Отступать некуда. Я как бываю в других городах России, я, конечно, вижу, например, дороги Москвы, которые постоянно ремонтируются. И то есть даже наши самые лучшие дороги там их просто срезают и переделывают. Но для нас даже счастье такие было бы дороги иметь. И господин Назаров, и господин Рудаков, с которым мы встречались, они поддерживают все-таки наше, скажем так, направление. Они считают это все равно правильным, донести все для того, чтобы Владимир Владимирович обратил на Самарскую область и на Самару, в частности, внимание. И к 2018 году мы были просто the best of the best. Ну и под занавес этой программы расскажу о приятном, о наведении порядка в отдельно взятой квартире. Обещанное продолжение истории, которая начиналась как триллер коммунальный, но получила-таки надежду на хэппи-энд. В начале февраля АЭР рассказывала о неравном бою между ветераном и сотрудниками управляющей компании ВАСКО. Стихийное бедствие в квартире Зинаида Кудряшовой случилось в марте прошлого года. Коммунальщики так истово убирали снег с крыши, что пробили ее насквозь. Это был настоящий вселенский потоп, который затопил потолки, безнадежно испортил обои, телевизор, вода лилась до третьего этажа. Но самое неприятное было впереди. Работники ЖКХ почти год отказывались сделать то, что просто были обязаны. Точку в этом бесконечном хождении по всем кругам коммунального ада поставил один звонок мэру. То есть, наконец-то зашевелились, да? Зашевелились. Он их хорошо пошевелил. Ускорение сотрудникам ВАСКО, рассказывает дочь ветерана Татьяна, придала визит нашей съемочной группы. После того, как в разрушенной квартире побывала комиссия и смета была уже утверждена, ремонт неожиданно запуксовал. Строители так и не появились в назначенный срок. Мой разговор по душам с директором ВАСКО не стал бесполезным. Слово глава коммунальной конторы сдержал. Ремонт в большей части квартиры сделали в рекорды короткие сроки. Не сразу пришли, но когда пришли, они стали активно делать. И, в общем-то, за две недели все закончили. Обои выбирала я сама. То есть мне дали такую возможность. То, что мне понравилось, то мы приобрели. Потолок зашпаклевали полностью. И, опять-таки, было на выбор предложено или наклеить обои, или водоэмульсионкой покрыть. Но я решила их покрыть водоэмульсионкой. Объясню, почему. Потому что у нас дом все-таки, хоть его и не ставят в статус аварийный, он на аварийный. И если еще будут какие-то дефекты, на побелке они будут видны сразу. А если будут обои, обои упадут. Кухню тоже отремонтировали, покрасили двери, обновили плитку. Только вот до ванны руки у коммунальщиков пока так и не дошли. Трещина проходит с первого этажа и по пятый. И она проходит насквозь, вот по этой стенке. Когда здесь была старая плитка, этого дефекта не было видно. А вот сейчас вы видите эту картину. То есть потолок отходит. Когда в коридоре делали потолок, там вообще сыпалось гравий оттуда, сверху. То есть и потолки разъехались, и сама стена уходит. Ремонт это, конечно, хорошо. Но если они не будут демонтировать дом и как-то его укреплять, разрушения будут. Впрочем, ветеран, она сейчас живет у дочери, рада и тому, что уже сделали. Говорит, она уж и не надеялась. Свою квартиру Зинаида Георгиевна переедет, когда потеплеет. А пока ремонт оценивает на расстоянии. Как вам? Как ремонт? Ну, я думаю, что неплохо. Светлая. Хорошо. У нас же темная сторона. Нормально. Довольна? Хорошо. Люди работали на совесть. Субботу и воскресенье работали, чтобы сделать квартиру. Я очень благодарна. От души и сердечная благодарность Азарова Дмитрию Игоревичу. Лед тронулся с места. Вот буквально через несколько дней комиссия одна, вторая, третья. Я хотела бы отдельно поблагодарить съемочную группу. Вы такие молодцы. Все видели. Это очень много людей просмотрело эту программу. И на самом деле произошло вот это вот движение. И на самом деле телевидение побаивается. Так и хочется сказать, не было счастья, да несчастье помогло. Но преждевременно. Ванну ветерану ведь так и сделали. Так что в этой истории поставлю пока запятую. И обещаю коммунальщикам, что буду следить за судьбой ремонта в квартире Зинаиды Кудряшовой. Надеюсь, что он все-таки не остановится на полпути. Ну а у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин